Два до освобождения Аушвица Красной Армии. Мы действительно подготовили с нашими коллегами очередную публикацию из нашей серии о нацистских лагерях уничтожения. Собственно, сотрудничество Российского научно-просвидетельного центра «Холокост» с Российским военно-историческим обществом – это уже третий научный сборник. Мы его видим сейчас на экране. Кто следит за нами в публикации? Третий научный сборник из этой серии за последние четыре года. Предыдущие были посвящены лагерям Собибор, Майданок. Этот сборник посвящен лагерю уничтожения Треблинка. Собственно, это первая научная публикация об этом лагере уничтожения. Как это ни удивительно, но проанализировав, в общем, историю исследования этого лагеря, я и мои коллеги убедились, что со времен Василия Гроссмана, со времен его очерка «Треблинский ад» 1945 года, никто серьезно на русском языке ни одной научной публикации о Треблинке не сделал. Хотя это один из страшнейших лагерей уничтожения. Там погибло около 800 тысяч евреев, не говоря уже о нескольких тысячах цыган. И, в общем-то, книга была готова еще в осенью прошлого года, но, как вы понимаете, условия, в которых мы все существуем, коронавирус, эпидемия, ограничения, привели к тому, что мы только сейчас, в общем, эту книгу по-настоящему представляем аудитории. Вот, кстати, сегодня в Москве вечером будет круглый стол презентации этого сборника, тоже большая, в общем, международная встреча. Книгу подготовил коллектив авторов, такой международный коллектив из России, Польши, Израиля, главный редактор Константин Пахарюк из Российского военно-исторического общества, участники Сергея Романова, живущего в Германии. И, в частности, один из участников, это ваш земляк, израильский историк, когда-то приехавший в Израиль из Латвии, которого мы все, и вы достаточно хорошо знаете, Арон Шнейер. Он, кстати, просил передать привет и вам, Олег, и всем, так сказать, землякам и друзьям в Латвии, в Риге. Вот как раз в этом сборнике мы, он получился достаточно большой, почти 700 страниц, где мы рассматриваем и малоизвестные или совсем неизвестные документы советских следственных органов о лагере Треблинка, которые, эти документы, которые были составлены, изучены еще в 1944 году, и показания и протоколы допросов, посвященные лагере Треблинка. Все-таки, когда Красная Армия освободила это место, где был лагерь, на самом деле, в конце июля 1944 года самого лагеря уже не было, он перестал существовать после восстания заключенных 2 августа 1943 года, но те, кто дожил до прикода Красной Армии, естественно, поделились тем, что они помнили и что они знали. Здесь есть, кстати, большая статья Арон Шнейера о охранниках лагеря Треблинка, так называемые вахманы материалом следственных дел, и сюда же, в этот сборник вошли воспоминания, тоже, в общем-то, российскому русскоязычному читателю, абсолютно неизвестные. Это двух бывших поздников, выживших в Треблинке, участников восстания, Верника и Виленберга. Воспоминания последнего впервые издаются на русском языке, переведенные с иврита, благодаря тому, что вдова Самуэля Виленберга, живущего в Израиле, любезно предоставила нам возможность эти материалы перевести на русский язык и опубликовать. В итоге получился такой большой именно научный сборник. Я думаю, что при возможности мы обязательно как-то переправим его в Ригу. Если кому-то интересно, обращайтесь. Но, естественно, только научными сборниками мы не ограничиваемся. Вот в феврале выйдет такой журнал «Еврейская панорама», русскоязычный журнал, издающийся в Израиле. Кстати, там, в этом журнале представитель Российского центра «Холокост» Яна Глезина беседует, вероятно, за знакомым вам, Илью Ильенским, руководителем музея «Евреи» в Латвии. Где он как раз рассказывал о том, что в Латвии на латышском языке вышел очень интересный сборник «Я должна кем-нибудь стать». Это дневники трех девочек, погибших в годы Холокоста, трех девочек из Латвии. Они, в общем-то, это дневники достаточно уникальные по-своему. Трех девочек, Ани, Шейны и Хани, все они стали жертвами «Колокуста» в Латвии. И у нас появилась идея, и, собственно, Илья Ленский отнесся к ней, к этой идее, достаточно с интересом. Доброжелательно о том, что издать эти сборники и на русском языке. Собственно, из этих дневников трех девочек только в неизвестной черной книге издавались дневники одной из них «Шейны Грамм». Когда-то переведенные из идиш. Она жила в городе Брейле, погибла там в августе 1941 года. А вот остальные дневники, которые изначально были на немецком и на латышском языках, пока на русском не издавались. Может быть, выразил интерес к участию в этом издании наш старый друг Давид Зильберман. Выходец из Латвии, живущий сейчас в Соединенных Штатах Америки, с которым мы уже издавали не одну книжку. Он, кстати, тоже из города Брейле. То есть, в общем, мы пытаемся создать сейчас какой-то такой очередной международный коллектив, чтобы не познакомить и русскоговорящего читателя, русскоязычного читателя с этими очень интересными дневниками. Думаю, что надо будет это, конечно, осуществить. То есть, у нас, в общем-то, продолжаются наши достаточно большие планы по изданию как строго научных, так и научно-популярных изданий. Для широкой аудитории, для широкого читателя. А сколько в год примерно выпускает Центр? Ну, Олег, мы не ставим себе задачу, знаете, в советские времена вал по плану, план по валу. В общем-то, нас не столько волнует количество выпущенных книг. Центр «Колокост» и самостоятельные сотрудничества с другими организациями выпускают, скажем, две-три книжки в год. Дело не в количестве, дело в качестве. И лучше мы выпустим меньше книг, но хороших, серьезных, с научной точки зрения, достаточно качественно подготовленных. В конце концов, у нас ведь стоит задача не только выпускать книжки, нам и выставки надо делать. Мы сейчас активно показываем в России, например, в парках «Россия. Моя история» в рамках недели памяти нашу выставку «Колокостное уничтожение, сопротивление, спасение». Это тоже большой такой выставочно-экспозиционный проект. И проходит у нас сейчас, прямо сейчас, конференция школьников, студентов, преподавателей по теме «Колокоста» для представителей всех регионов России. Так что, в общем, две-три хороших, интересных книги в год – это нам вполне достаточно. А как их можно заказать, может быть, на сайте организации? Ну, что касается наборника «Треблинга», то прежде всего, извините за рекламу, изданные издательства «Яуза», я думаю, можно заказать по интернету. Раз. Можно обратиться и в российский центр «Колокостное» или в российское военноисторическое общество, если будет какая-то возможность, какая-то оказия, пожалуйста. В общем-то, обращайтесь. Да не... Проще всего, в общем-то, обращайтесь прямо ко мне или к моим коллегам. В принципе, всем вам известны мои электронные почты, адреса телефона. Нет, ну это для наших слушателей. Может быть, если кто-то заинтересуется, можно, я понимаю, или... Ну, пожалуйста. Слушатели могут написать на адрес российского центра «Холокост». Тем более, что на сайте российского центра «Холокост» есть и моя электронная почта, и мои координаты. И, в общем-то, там сейчас мы уже стали в электронном виде выкладывать многие наши издания. Скажем, издания, посвященные истории «Холокоста» в Латвии предыдущих лет, как мы немало их издавали. Пожалуйста, можно... И мы найдем какой-нибудь, я думаю, способ книги переправить в Ригу, в Латвию. Ну, в конце концов, если уже и в Израиле, и в другие страны, книги мы нашли возможность отправлять. Пожалуйста. Это уже технический вопрос. Нет, ну, все равно, наверняка, слушателей заинтересует. А вот у меня вопрос еще был связан с тем, насколько этот круг источников может оказаться исчерпаемым или неисчерпаемым, потому что понятно, что огромный... Это вопрос уже неоднократно, в общем-то, возникал. Ну, казалось бы, действительно, вроде бы все источники известные, изученные, исхоженные. Но, тем не менее, даже по таким лагерю уничтожения Дреблинга оказалось, что в Москве, в Российском государственном архиве лежат, в общем-то, очень интересные документы, которых, да, в общем, никто и не касался. То есть, они не были введены в научный оборот? Они не введены в научный оборот, да, их кто-то почитал и этим ограничился. Понятно, что по документам, по листам использования этих дел выясняется, что их почти никто не смотрел и пытался, повторяю, действительно, ввести в научный оборот или как-то обобщить, изучить, сопоставить. Это только то, что на русском языке, понимаете? А сколько, оказывается, еще каких-то воспоминаний, изданных, ну, скажем так, для семейного чтения, для, там, пяти, десяти, тридцати человек, не более, имеется на русском, английском, иниш, иврите, очень много. В России, в Израиле, в Латвии, в других городах и странах, в Соединенные Штаты, Америке, Канаде, я уже молчу. Сколько документов есть, скажем, в польских, германских архивах? Я думаю, что нам еще на много лет хватит, что изучать и что публиковать. С одной стороны, ну, даже когда, помните, в прошлом году мы беседовали о сборниках «Сохрани мои письма», в сентябре у нас была встреча, еще на направлении деятельности Центра Холокост, там тоже кто-то говорил, что все эти письма давно заканчиваются. Ничего подобного. Оказывается, в семейных архивах лежит еще масса документов, масса интересных документов, которых никто никогда не читал, не пытался, не то чтобы издать, даже не пытался перевести. Кроме того, существуют же еще, так сказать, документы не только в письменном виде, есть аудио, видеозаписи. Ну, в общем, я думаю, нам еще на долго хватит, чем заниматься. Думаю, в этом смысле со мной согласятся и коллеги в разных городах и странах. Если бы мы... Ну, если бы там не хватало... Если бы было немножко побольше времени, я уже не говорю, конечно, побольше средств, мы могли больше сделать. Ну, ничего страшного. Да, а насколько в Европе так же ли активно эта тема изучается? И вот, казалось бы, о Требленке не было ли каких-то европейских публикаций? Нет, разумеется, европейские публикации были. И, готовя сборник Требленка, мы, конечно, старались изучить и то, что делали наши зарубежные коллеги. Обязательно. Но, видите ли, в чем дело. Все-таки существует главная большая проблема. Это языковая проблема. Все-таки большинство зарубежных исследователей, им не очень доступны во всех смыслах документы, скажем, российских архивов. Ну, во-первых, зарубежных исследователей не слишком охотно туда пускают. Во-вторых, они не настолько хорошо знают русский язык. А порой не знают его совсем. Это одна проблема. С другой стороны, конечно, и российские исследователи тоже обязаны знать иностранные языки. Но дело в том, что многие, скажем, российские исследователи, они живут и работают уже в странах Западной Европы, например, в Германии. Им достаточно. Так или иначе язык им, умеетский, например, надо знать. И они не работают в германских архивах, которые вполне доступны. Разумеется, и польские коллеги выпускали немало документов о Треблинке, скажем, упомянутые мной воспоминания Виленберга на польском уже издавались. Не только на польском, и на английском, и на других языках. На русском еще не было. И как раз, когда готовился перевод с Еврита, потому что это оригинальный документ практически, воспоминания Сэмэля Виленберга, этот перевод сверялся с польской версией. Разумеется. В общем-то, с зарубежными коллегами мы постоянно сотрудничаем. И, конечно, мы стараемся как-то использовать, изучать и те документы, которые сохранились в архивах других государств. Насколько сама эта тема, может быть, уже завершающий, последний вопрос, насколько сама эта тема является актуальной, и чему могут научить вот эти уроки истории, эти примеры? Вот в нынешней ситуации, когда мы видим действительно какое-то напряжение и в обществе, вызванное какими-то уже делениями не только по национальным, но и по каким-то вакцинным градациям антиваксеры против вакцинированных. И это действительно буквально перерастает часто в насилие. Да, действительно. Ведь сегодня уже, понимаете, по тенденции разделить и противопоставить друг другу людей по различным принципам, теперь уже можно сказать не по национальным, расовым, а, скажем, по отношению к вакцинации, по отношению, я уже не говорю, к политическим событиям происходящим. Поэтому каждый день меняются они катастрофической скоростью, и мы тоже наблюдаем, как в любой момент, через интернет, допустим, что интернет позволяет все очень быстро ускорить, возникает и развивается определенная ненависть людей друг к другу. Стоит человеку сказать, что у него другое мнение, скажем, он не согласен, не знаю, с каким-то предложением или с общим мнением, он моментально становится изгоем, против него все могут ополчиться. К большому счету, это ничем не отличается от того, что происходило лет 80 тому назад в нацистской Германии. Достаточно только назначить того, кто будет у нас преследуемым и отверженным. Увы, эти тенденции и такие настроения в мире сохраняются. Поэтому мы считаем, что примеры мрачного прошлого, они должны послужить каким-то уроком, хотя бы для того, чтобы задуматься, не только, извините за банальные фразы, как этого избежать, а вот важно видеть, как легко и быстро механизм от преследования, поражения в правах перерастает в машину уничтожения. Насколько невелико это расстояние, и как незаметно можно перейти эту страшную границу. Кроме того, в конце концов, псенофобия, десемитизм в мире отнюдь не изжитые. Совсем не изжитые. Они просто действительно немножко мимикрируют, ушли в интернет, где-то спрятались, но время от времени они вылезают. Так что все это достаточно актуально. Ну что же, спасибо большое. Действительно, тема актуальная. И я понимаю, что через Илью Ленского, опять-таки, постоянная связь существует. Существуют и научные связи с нашим музеем, музеем евреев в Латвии. Так что спасибо огромное за вот эти культурные связи, за новые книги и за интерес к этой теме. Леонид Терушкин, заведующий архивом научно-просветительского центра «Холокост», с нами был на прямой связи. Спасибо большое. Хорошего дня. Хорошего дня. До свидания. День в день. Час в...